привет привет в эфире мы в эфире у нас сегодня вновь возвращаемся к традиции традиции онлайн встреч друзья как слышно меня наверное все нужно так вот завалить немножко телефоны потому что володя предложил такую такую вот игру поиграть в горизонтальную встречу для того чтобы рядом располагаться на самом деле слышно да в порядке как бы теперь это так сделать чтобы володю увидеть еще и включить вот так будем смотреть володь подключайся у нас встречи ребят сегодня с володи майкл он наверно уже хорошо знаете кто это такой это наш большой друг наставник много лет мы дружим с володей создаем совместно кино да и вообще просто друг друга приглашаем участвуем в мероприятиях друг друга недавно володя приезжал к нам на ретриты на ладогу это были красивые встречи володя гигант титан мастодонт мастодонт пути я бы сказал так что старый волк старый волк не просто трансперсонального пути а вообще в принципе и он экспериментатор еще с советских времен ты предложил вот такую непростую тему данные беседы а я бы не сказал из повседневной жизни я бы сказал что это пространство предлагает володь ты у нас ты же нас из гигантов ты старый волк но не такой же старый но мудрый такой очень бывалый поэтому тебя тебя поспрашивать это на у нас большой если в стиле кисы воробьянина в гигант мысли отец русской демократии это нормально это космический юмор а так вообще я не об этом не каких-то гигантизмах мне самое интересное быть реальным и исследовать и делиться и узнавать о других людей что же такое быть реальным 21 веке 21 веке это еще сложнее потому что в наш мир как это поведал бодрияр это мир симулякров то есть искусственных образований иллюзорных феноменов это гигантская матрица кстати бодрияр повлиял игров на вачовских в создании вот этого послания миру которое выражено фильме матрица да мир как иллюзия то есть такое вдохновенное на современном языке разворачивание вот и древнеиндийской мудрости для меня да в этом есть истина да мир похож на иллюзию но мир не иллюзия даже вот в этих симулякрах в том что обманывает нас есть реальность есть путь к реальности есть даже указание на то как прийти к реальности на то как проснуться и мы можем видеть знаки этого пути везде абсолютно везде и мы можем использовать все абсолютные измерения жизни для того чтобы пробуждаться развиваться расти ну или используя старый древний хороший термин просветляться да заряться светом знания ясности уходить из тьмы неведения тьма конечно останется тьма как тайна основа фундамент невыразимая неизреченная глубина бессознательная это всегда здесь и это источник света да нет света ведь мы нет тьмы без света поэтому быть реальным значит жить и в свете и в тьме и вот в моем языке я целиком согласен со своим коренным учителем мастером дзохчен чогиалом нам хайм наргу который использует для высшего развития термин он использует латинское слово реализейшн по-английски реализацион там да реализация в русской кальке то есть мы реализуемся то есть познаем реальность и сами становимся реальными и вот если вернуться к той теме которую у нас заявлено духовность в повседневной жизни мне кажется эта тема наиболее острая для всех живущих людей волос а давай вернем я хочу немножко о понятиях просто мы же в этом проекте hard mission путь сердца мы расслаиваем разбираем то есть мы стараемся дефольклоризировать и с разных сторон разбирать вот эти термины такие как предназначения и так далее вот хочется про это просветление про которое ты спокойно говоришь и даже запускающая знаю курс по этой истории да как прийти к просветлению вообще вот не как прийти к просветлению это не моя тема это тема духовных учителей а у меня что такое просветление я как бандит ученый подхожу а понял понял ты его разбираешь да вот вот как раз что-то и хотелось уточнить вообще на самом деле вот интересно ты говоришь пробудиться в реальность какую в твою реальность или в мою или у нас общая реальность откуда пробудиться и куда пробудиться ну я подозреваю что реальность многослойно вселенные множественные и у нас есть как персональные так и трансперсональные индивидуальные реальность и так и общечеловеческие есть еще мировая душа древа эя которая хранит все и в котором мы все едины и мы стволы и ветви этого древа это ну на классическом языке коллективное бессознательное человечество или душа мира алхимиков анима мунди ну вот важнейший вопрос для прояснения понятия с самого начала который нам нужно с тобой прояснить это вопрос конечно духовности что такое духовность простой вопрос на засыпку я думаю что хорошо начать с истории этого понятия духовность дух в таком первое что приходит на ум это что-то такое вот связанное с высшим и действительно если мы посмотрим древние карты мира шаманские карты мир то верхний мир это вообще весь мир это вселенная духов но верхний мир в картографии шаманизма это высшие духи то есть учителя целители и высшие вообще возможные духи в языческих космологиях верхний мир это боги да тоже высшие существа а в мировых религиях это абсолют но в той форме как он понимается и в монтеистических религиях то есть в иудаизме в христианстве и в исламе это единый бог нет никакого множества богов в индуизме да это удивительное многообразие очень похоже на языческое богов и в то же время это все они являются манифестациями шивы да и весь мир это его космический танец шивы на тараджа и запускаемый благодаря энергии парвати и мир это одновременно разрушение и созидание и эти две вещи недвойственные происходят одновременно и одно без другое это уже невозможно невозможно создать что-то одновременно не разрушив старую вселенную сам акт создания это уже выход за пределы старого и с точки зрения старого его разрушение и если мы посмотрим на сущностном уровне но вспомним библию дух дух божий веет где хочет о чем это говорит о том что дух во первых божий он связан с чем-то с каким-то духом с каким-то дыханием вдохом выдохом то есть с процессом дыхания воздухом и тем что ассоциируется у нас с воздухом это пространство простор безграничность то есть ассоциации первые которые приходят и второе это свобода да веет где хочет ничто не является его причиной он сам себе причина он не зависит ни от чего он сам себя обуславливает вот первые две вещи на которые я хотел бы обратить второе если мы посмотрим как в традиционных богословских трактатах а это тысячи лет мировых религий да постигалось свойство абсолюта качество абсолюта то мы увидим что ну скажем бог в христианстве обладает качествами все ведения все присутствия все могущества все свободы вселюбия то есть все известное человеческих из человеческих высших качеств и достоинств в господи присутствует в высшем беспредельном измерении то есть бог превыше всех с этой точки зрения мы могли бы использовать термин мираба константиновича мардашвили бог это метафизическая невозможность да то есть это что-то что превышает вообще все чем мы встречаемся и поэтому с этой точки зрения мы можем сколько угодно определять дух сколько угодно определять высшее господа но это ничего потому что никаким конечным количеством определений которые сами по себе конечны невозможно определить или измерить бесконечные на бог поэтому говорится пределами всего недаром одно из направлений православной богословия связанное с исихазмом именно таким образом и подходит к определению высшего но скажем эту традицию в путях русского богословия Владимир Лосский замечательный богослов Сергей Сергеевич хоружий покойный эту линию блестяще развивал или из классики это Семен Людович Франк его работы о Господе Господь это бездна невозможно никакими словами измерить все это и аналогичный подход мы найдем и в западном христианстве скажем у Якова Беме у министера Экхарта Мистера Гард в проповеди говорил что не в виденном не в слышенном не в чувствуем не в невоспринимаемом нету Господа ибо если ты нашел Господа и сказал вот оно вот он все пропало да ты умолял выраженное словами его главное качество бесконечность и беспредельность и то же самое мы находим во всех мировых традициях ну скажем даосизм дао с чего начинается самое главное которое можно выразить словами не есть истинная дао а путь на который можно указать как на путь не есть истинный путь поэтому в каком-то смысле наша беседа да о высшем о духовном это ну определенного рода цирк или фиглярство потому что мы пытаемся говорить о том о чем словами сказать невозможно но тем не менее эта беседа имеет смысл поскольку каждый из нас имеет опыт невозможности выразить словами бесконечное высшее духовное внимая другим людям которые пытаются но не могут этого сделать мы угадываем о чем они говорят мы чуем вот то что выразить словами невозможно и с этой точки зрения все-таки имеет смысл об этом говорить вот точно так же как вот сейчас на экране я вижу лучики твои ауры которые то с одного края то с другого я понимаю что это может быть инсталляции но с другой стороны это и выражение сущностного сокровенного послания да вот пространство из которого мы с тобой ведем нашу беседу что каждый из нас духовен дух божий веет где хочет а значит помимо существующего особенно в западной культуре но и в восточной тоже иерархического представления духовности ну скажем есть материя есть живое развитие живого есть человек есть древний человек современный психический этап развития и наконец вот он достиг высшего интегрального уровня а затем неизбежно у него начинается духовное развитие высшие этапы вот такая лестница первый класс второй класс иерархическое представление духовности с другой стороны в высших мистических традициях давным-давно доказано что если бы наш путь к просветлению к духовности к святости к высшей реализации был постепенным там первая ступень вторая ступень третья девятый там просветление фика мы никогда бы в этом случае просветления высшей реализации духовности не достигли по одной простой причине это великолепно объясняется в богословии всех великих мистических недвойственных традиций мы считали бы себя обделенными духовностью обделенными высшей реализацией мы устремлялись бы к ней духовность это как морковка впереди ослика которую мы пытаемся догнать но естественно никогда не догоняем по одной простой причине духовность высшей реализации где-то вне нас просветление это то что мы должны достичь и поэтому сам процесс мышления жизни в этом видении в этой парадигме все наши мысли потоки знаний методы практики с помощью которых мы хотим достичь внешнюю от нас духовность на самом деле укореняли бы ситуацию нашей отделенности от духовности от высшей реализации и делали бы ее невозможным и поэтому тот вывод который делают недвойственные традиции радикально противоположен духовность во всем она везде она пронизывает каждый миг нашей жизни каждый этаж нашего существования каждый нас вдох и выдох недаром древнейшее индоевропейское слово обозначающее жизнь дыхание душу и дух происходит от одного и того же индоевропейского корня которое звучит на современных в современном произношении примерно как дхеус дхеус от этого слова произошли греческое слово теос бог латинское деус и все славянские во всех славянских языках слова обозначающие душа дыхание дух вдох новение вдох выдох сдох и спустил дух то есть вот такая сложнейшая амальгама где все присутствует и если мы вдуваем вот эту сокровенную связь жизни души и духа то в насущностном уровне по-настоящему живой человек который в духе и нет жизни без духа вот что бы я хотел отметить несколько пунктов не очень коротко в качестве стартовой позиции я знаю что я 15 минут не решался искал лазейку где бы тебя схватить чтобы чуть-чуть приостановить потому что тебя же можно слушать ты как гомер льешь и это не хочется прерывать а я хочу сделать прикладным этот эфир на самом деле встречу они у нас редки ты мастер эфиров а мы не такие но знаешь вот просто вот нашей аудитории часто возникают вопросы многие люди только встают на путь на путь духа слышать только начали например недавно зов или кто-то уже утвердился на пути но у многих людей ты же надо помнишь когда этот колокол прозвучал ты туда вошел и все обратной дороги нету а еще не понимаешь как конфигурирует свою жизнь теперь вот согласно новому вот этой вот прошивки как совместить вот этот мир духа и мир в котором вот мы здесь живем когда он начинает разваливаться я прекрасно это помню у меня наверное лет шесть ушло на какую-то более менее интеграцию вот а ты я так понимаю что ты об этом как раз говоришь это как раз те самые ключики как у тебя это было я прекрасно помню как наш с тобой общий большой друг Эдуард Михайлович Сагалаев он в шутку тебя назвал однажды продавцом воздуха это было дело ты много лет и сейчас продолжай приторговывать да ты много лет исследуешь дыхательные практики проводишь огромные мероприятия всевозможные от фестивалей до каждую неделю дыхание и у тебя весьма получается быть устойчивым скажи мне вот про у тебя есть какие-то ключи для тех людей которые вот только встали и вот в них начинает рассыпаться и непонятно что делать дальше вообще потому что ведь это такое сложное состояние главный это ключ очень простой и его так лаконично рассказал в одной из своих историй оша история следующая через реку переправляется учитель и ученик и ученик брякнул в середине реки учитель говорит как мне познать бога ты хочешь познать бога прыгай в воду ответил учитель и стал держать прыгнувший в воду ученика за голову под водой и наконец когда тот почти совсем испустил дух вытащил его за волосы на лодку и когда ученик пришел в себя и отдышался спросил ну чего тебе хотелось больше всего там под водой воздух учитель воздух вот когда твое стремление познать бога будет столь сильным как стремление воздуха под водой тогда у тебя есть шанс то есть я думаю что в основе должна быть вот такая жажда именно жажда жажда развития жажда совершенствования зов бесконечности который мы слышим то есть видеть двери приглашающие нас в путешествие любопытство оно у всех у нас есть это врожденное качество человеческого существа посмотрите нет ни одного не любопытного не играющего ребенка и постепенно конечно мы попадаем в колею попадаем в медийное рабство попадаем в всевозможного рода ограничивающие обстоятельства семейные государственные и смиряемся и укорачиваемся и если в детстве дни длились бесконечно долго и каждый день было невероятное количество нового потом постепенно 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 по мере нашего все большего и большего послушания дни становятся одинаковыми все более и более короткими и спираль закручивается в точку коллапса смерти когда нет вообще ничего нового поэтому другой радикальный подход это возвращение возвращение свежести восприятия богатства жизни и у каждого из нас есть пример как в детстве а это значит все практики связанные ну вот есть такой слоган внутренним ребенком все практики связаны с игрой и игривостью ну как у наших общих друзей Влада Лебедько или Вадика Демчога там вот потрясающие программы и все что связано с творчеством потому что если Дух Божий веет где хочет если духовность везде она стучится к нам взрослым закрытым сдавшимся во все двери все равно и всю оставшуюся жизнь поэтому радикальным радикальным лекарством является практики бесконечности которые делают нас живыми великие практики бесконечности и под ними я имею ввиду конечно же классические духовные практики но прежде всего медитация самое простое доступное нам это випассана наработанные прекрасные тренинги через которые проходил ты много раз через випассану замечательных мастеров и мы знаем как это классно когда через примерно неделю 10 дней ты становишься собою объединяешься со всеми аспектами жизни от которых ты был отлучен и в силу вместе рожденности тебя и мира мир становится другим свежим гибким живым и ты снова можешь жить на всю катушку и естественно без усилий обновляется и так випассана второе это классические духовные практики в любой традиции согласно инструкции и методам учителя этой традиции ну скажем я знаю шаманские практики и эту линию великолепно я использую в своей жизни некоторые языческие практики это тоже духовные практики великой традиции и в отличие от строгих радикальных ортодоксальных христиан или последователи ислама я отношусь с любовью и к шаманским практикам и к языческим практикам и к практикам вообще всех духовных традиций и мировых религий если дух божий во всем то он проявляется через все традиции через все знания через все практики а все отрицания все границы это наши границы это наша нехватка это наше непонимание это наше заблуждение поэтому вот второй наверное подход которым я бы посоветовал это смотреть шире учиться у всего и из великолепных практик которые помогают помимо практик связанных с внутренним ребенком с игрой с игривостью учиться у своего ребенка исцелять своего ребенка играть со своим ребенком играть с детьми если у тебя есть дети особенно маленькие дети это потрясающий шанс возрождаться самому если нет то ну играй с детьми своих друзей ходи в гости чаще и учись у них учись ребенок я когда-то ранее своей статье такой образ дал ребенок учитель просветления я и это была вот такая мой вольный трансперсональный пересказ расшифровка известного выражения Христа будьте как дети ибо их есть царствие небесное да они живут уже в раю в царстве в беспредельности в божественном измерении не потому что они взрослые не потому что они мудрые а потому что они естественные а потому что они безграничные а потому что они свободные а потому что они игривые и творческие поэтому третья практика фундаментальная это конечно все что связано с красотой красота везде то есть видеть красоту везде во всем и быть проводником красоты то есть быть если есть какие-то уже раскрытые таланты быть творцом художником артистом музыкантом везде и во всем потому что то что мы называем красотой да это это зов бесконечности когда мы смотрим на картину когда мы читаем стихотворение у нас возникает ощущение боже мой как красиво в этот момент мы в бесконечном сознании творца мы через объективный предмет искусства объединились с ним с его бесконечным миром из которого проявилось это совершенство во всем что красиво присутствует бесконечность и присутствует дух красота это проявленный аспект бесконечности это произведение предметы материальные в которых наиболее прямой ход бесконечности поэтому через искусство в любых формах которые ближе вам мы воссоединяемся с первоисточником и искусство с моей точки зрения есть не только высшая эволюционная практика инструмент развития но и одна из чрезвычайно мощных духовных практик которые способствуют именно и духовному развитию Володь Володь вопрос давай я тебя буду иногда прерывать потому что у меня все время очень тебя прямо сложно прерывать но иногда буду ладно вот я немножко с другой даже стороны как бы спросил вот в те времена когда вот ваше время когда ты стартовал свой вот этот поиск знания у вас вы добывали его вы ехали изучали специально там санскриты чтобы узнать расшифровать перевести ты ездил там на встречах далекие а дело в том что сейчас же время другое в интернете все есть слишком много всего випассан такое огромное количество туда сложно попасть из-за перегруза людей наоборот вопрос с другой стороны Володь когда нагрянуло вот это вот уже бесконечность и когда у тебя со всех сторон множество огромная практика куча подсказчиков и тебя уже да понесло сейчас же вот так вот время другое вот как вот когда начинает разбираться твой старый мир потому что многих людей я даже сейчас прямо знаю таких людей которые весьма успешные предприниматели были до тех пор пока баба вот не свалилась вот этот большой бабам и вот тогда когда начинает уже иначе появляется этот конфликт когда начинает рассыпаться вот здесь у тебя есть подсказки не добыть информацию про духовные практики а наоборот как удержаться чтобы про интеграцию про интегральное развитие чтобы не размазал здесь о да ты сейчас как раз проявил самую самую больную тему в мире современной духовности духовного поиска да вот эти конфликты между духовностью и жизнью между вот самым главным высшим и вот этой работой работой за хлеб насущной или то что не особо нравится занимаясь столько времени и возникает естественное желание вот заработать на духовную жизнь и дальше совершить радикальный как сейчас говорят дауншифтик сбежать во шрам в монастырь в крым там и всю оставшуюся жизнь ретритить непрерывно совершенствоваться я тоже прошел отчасти этот путь и как мне кажется даже отчасти в нем разобрался я думаю что это связано с широко распространенным романтическим представлением о духовности которое считается точкой отчета и вообще мерилом и основой любого высшего развития поговори с любым человеком и в большинстве случаев ты услышишь ответ что духовность это ключ к решению всех проблем я просветлею и решатся мои семейные проблемы я просветлею и закончатся мои страхи эмоциональный гнет там и все недовольства в жизни я просветлею я стану здоровым но просветленный человек знает же как выздороветь и найдет причины болезни то есть духовное развитие просветления считается ключом к решению всех проблем это верно но только отчасти и так оно и было ну скажем три тысячи лет назад сорок тысяч лет назад когда духовное было слоганом символом высшей реальности абсолюта ну скажем почему в средние века библия считалась вот тем оселком на котором проверялось вообще все соответствие библии это ересь отклонение бесовщина несоответствие несоответствие соответствие это правильный путь да потому что Ветхий Завет и Новый Завет это был единственный как считали христиане материальный след абсолютно в человеческом измерении Ветхий Завет это послание Яхве народу через пророков Новый Завет это Евангелие это благая весть это жизнь Христа это духовное учение через жизнь явленное в этом миссии Христа через человеческое измерение помочь людям воссоединиться с духом через многочисленные примеры и конечно же ничего другого абсолютного столь же помочь человечеству не знало и на этом основании сжигали миллионы людей на кострах отправляли в застенок светлейших умов и подвижников и искателей человечества сколько таких Джордана Бруно было сожжено и сгнили в тюрьмах инквизиторских сколько книг других великих традиций было сожжено во всех мировых религиях в конкурентной борьбе вспомним темные века христианства тысячу лет когда европейцы даже не догадывались о Платоне Аристотеле Гомере Марке Аврелии не было ничего все было сожжено и только потом в тринадцатом веке арабы мавры завоевав Испанию привнесли эти книги поначалу в греческих переводах а потом поначалу в арабских переводах а потом наконец-то обнаружили греческие первоисточники и началось возрождение да люди узнали что полторы тысячи лет назад был Платон Платин Марк Аврелии потрясающие вещи и вот вопрос связанный с романтическим пониманием духовности это и есть вот та точка отчета которая мешает нам быть реальным романтическое значит одностороннее романтическое значит окрашенное вот таким благими намерениями воздушными что это высшее это самое главное и мы утрачиваем представление о том что Бог везде не только в духовном он и в низком он и в желудке он и в пище он и во всех отношениях он и в негативных эмоциях везде все это проявление высшего все неразрывно связано если мы говорим что что-то плохо это возможно только потому что у нас есть представление о хорошо и оно если у нас есть хорошее и плохое значит мы живем в двойственном представлении в ограниченном мы не живем в едином то есть духовном представлении и следующий шаг от этого это шагнуть недвойственное состояние через свидетеля и через турияту то есть вот это истинно недвойственное состояние, описанное в духовных традициях и это самый простой и действенный метод в любой ситуации от двойственности от диагностики мы можем сделать прыжок в бесконечность через любые врата, используя любые доступные методы, которые нам даны так вот романтическое представление о духовности духовность, точка отчета альфа и омега, источник всего и вся и вот что внесло какие существенные прозрения и открытия внесла мировая психология и гуманитарная наука за последние 50 лет но наиболее интенсивно за последние 30 лет вот я имею ввиду самый интенсивный период развития трансперсональной психологии которая вот с 69-го года 52 года, да, вот она развивается из нее затем выделился интегральный подход и мощнейшая линия Кена Вилбера параллельно из юнгианского подхода возникла процессуальная работа Минделла на базе учений Шри Аурабинда интегральный ведант Майкл Мерфи создал институт СЛН и СЛНский трансформативный проект Роджер Волш 25 лет исследовал все главные мировые традиции и открыл это великое открытие вот это первое издание книжки основания духовности открыл, что в основе всех духовных традиций есть 7 главных практик общих для ислама это второе издание этой замечательной книжки это третье издание потрясающая книжка основания духовности я специально приготовил, чтобы показать и обратить внимание так вот что есть основа и вот исследование Роджера Волша это конкретное на практике на жизни представление того что такое духовность мы не можем словами это понять но через практику мы восстанавливаем мы свою связь и постигаем духовность так вот радикальное лекарство от романтического понимания духовности состоит в том что были открыты 8 фундаментальных направлений развития человека из которых духовное развитие только одно и оно связано с все более и более недвойственным состоянием и как показал в своих работах Кен Вилберг который вообще колоссальное количество других работ по исследованию духовности во всех мировых духовных традициях во всех мировых религиях существует 5 главных стадий все более и более духовного недвойственного состояния и главные практики во всех традициях которые этому способствуют Володь секунду секунду друзья вы готовьте вопросы потому что у нас 20 минут нашего эфира остается чтобы мы это еще поотвечали да Володь конечно конечно ответим на те вопросы на которые очень интересно и хочется это еще 10 эфиров сделать но у нас 20 минут если мы смотрим на духовность романтически как на лекарство от всего я называю это духовным помешательством и люди которые духовно помешаны это например ререхнувшиеся йогнутые любых школ йоги графоманы ну и прочие 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 рейкианутые мы можем продолжать до бесконечности последователь шри симхака гуру навананды сконструированные ими скажем без каких бы то ни было ну ассоциаций то есть духовное помешательство в этом смысле это утрата широты видения жизни это однобокость односторонность это отклонение от серединного пути это ослепление мешающее нам стать реальным быть реальными это значит понимать что мы живем также в человеческом измерении это значит что у нас также есть измерение универсальное общечеловеческое связанное со всей нашей историей то что называют индивидуальным и коллективным бессознательным именно в этой области происходит описанное и открыто и описанное Джойсфом Кэмпелом мифическое путешествие героя схватка на уровне энергии и овладения энергиями коллективного и бессознательного негативных эмоций страстей раздирающих нашу жизнь стать героем это значит пройти этот путь это значит родиться как личность как современный человек это значит не быть обусловленным прошлым да вот это это значит обрести свободу для дальнейшего пути поэтому но тем не менее чрезвычайно много коренится вот и в истории нашего детства и травме нашего рождения много семян проблем и наших ограничений а также в тех фундаментальных разрывах и проблемах которые проделала возникли в истории человечества то есть общечеловеческие травмы это все мировые войны да все религиозные решительные переломы например воцарение мировых религий вот особенно монотеистический который было достаточно кровавым то есть христианство ислама иудаизма и категорическое отрицание язычества и шаманизма разрыв связи времен это колоссальная травма в России это конечно же еще переход от демократии к имперской традиции то есть победа московского царства покорение московским царством новгородского царства где была демократия где был открытый форум сообщества и конечно же раскол внутри христианства староверы это конечно травма октябрьской революции когда 10 миллионов творцов России оказались за бортом жизни оказались ненужными выброшенными в разные страны рассеянными вторая мировая война катастройка которая тоже неосмыслена до конца перестройка я имею ввиду и постперестроечный травматический синдром то есть это все связано вот мифическое путешествие вот нижний этаж поэтому кроме развития духовного для того чтобы оно было успешным нам нужно обязательно почистить авгиевые конюшны бессознательного это тоже важнейшее развитие каждого человека потому что без этого мы никуда вверх не уйдем любое наше стремление идти по духовным пути развиваться будет остановлено нашими травмами глубинами нашими проблемами и ограничениями и это великолепно знают все современные духовные училия я говорил со многими из них мне записано интервью для будущих фильмов где крупные эксперты говорили о том что без психотерапии серьезный настоящий век духовного освобождения не видать дальше в личностном человеческом измерении у нас не одно измерение развития вертикальное а шесть главных направлений измерения развития и в каждом из этих измерений мы можем достичь высшего совершенства это прежде всего вот это развитие по уровням то что великолепно описано в спиральной динамике и в интегральном подходе Кена Вилгера вот эти вот десять уровней развития обобщающие колоссальный материал но это не просто какое-то развитие это развитие по десяти главным линиям внутренней разумности то есть это когнитивное развитие этическое развитие музыкальное развитие творческое развитие развитие отношений и так далее то есть это сложное развитие и маршруты разные для мужчин и женщин вот отлично что ты это сказал я как раз считаю вопрос давай вопрос какова роль женщины в пути любви героя и обретения баланса и это кстати частый популярный вопрос как вообще женщина развивается на духовном пути и может ли женщина достичь просветления это частый вопрос как думаешь ну а что тут думать нужно посмотреть на живую традицию духовную и не только в христианской традиции европейской существует множество женщин святых а святость в православии например это есть высшее развитие уровень высшего духовного развития об этом подробно в двухтомнике академика Топорова о святости у него есть фундаментальное исследование святое это достигший высшего развития и мы видим множество святых и в православии и в католицизме а в тибетском буддизме например я неоднократно слышал от великих учтелей что если мужчина достиг просветления это необыкновенный дар и помощь всем живым существам но если женщина достигла высшей реализации просветления то это сверх реализация сверх подарок вообще всем живым существам потому что просветленная женщина гораздо в большей мере способна направлять всех живых существ людей на пути духовного совершенства обладает большим даром передачи знаний и руководства поэтому это особенно ценится в духовных традициях но мы хорошо знаем в восточных традициях роль женщины скажем в индуизме это неразрывная связь шива и парвати они неотделимы друг от друга шивалингом в любой индийской деревне мы видим везде шивалингом шивалингом единство мужского и женского мужской и женской энергии одно без другого невозможно и вот этот символизм мужского и женского пронизывает индуизм пронизывает тибетский буддизм пронизывает даосизм, метафизика и пронизывает эзотерическую традицию Европы. Вчера вспомнили, что если смотреть на Шива Лингом, и как с ним вообще работают, его же молоком поливают, цветы кладут, и посмотреть на чем он стоит, помнишь, он же как бы стоит на йоне, и причем на самом деле, если присмотреться, он как бы находится внутри йоне, его поливают еще молоком в рассоединении Шива и Парвати. Конечно, здесь несколько уровней, то есть от уровня такого непосредственного материального символизма, где молоко – это и семя, молоко – это и материнское молоко, и все вместе семя и молоко – это жизнь, конечно. То есть такое плодородие, это зачатие, продолжение, энергия жизни, лона, из которого все произрастает. Женская лона, вся жизнь, и она дает силу вообще всему. И твердость, устремленность лингама, его сила, непоколебимость, умение держать, напор жизни, вот эти мужские качества, конечно, поэтому это многоуровний символизм. Кстати, вот, если кто-то из вас, дорогие слушатели, не был в Каджурахе, это в центральной Индии, потрясающий памятник X века индийскому тантризму. Каджураха – это памятник ЮНЕСКО, конечно, и там до сих пор сохранилось из более чем ста тантрических храмов около 25 тантрических храмов. Как правило, в популярных книгах это является иллюстрациями Камасутри. И когда вот мы были в Каджурахе, там сновали индусы и говорили «Камасутра, Камасутра», и книжечки вот от таких форматов таких предлагали. И действительно, когда мы входишь на территорию Каджураха и смотришь эти великолепные резные храмы, то действительно значительную часть скульптур внешних составляет всевозможного рода саития в разных позах. Ну, прежде всего, конечно, женщин и мужчин, а также женщин, женщин, мужчин, мужчин и людей с животными, и животных с животными, то есть феерия, саития и все позы Камасутры. Когда ты ходишь внутрь храма, следующий внутренний слой – это необычайные красоты божества, совершенные формы, тела, через них красота, да, то есть просто изливается духовность через совершенные красивые внешние формы. А в самом центре, в самой глубине Шиволингом нету материального Шива Натараджи танцующего, Шиволингом, высший абстрактный символ неразрывного единства, недвойственности всего и вся, которая является источником всего и вся. То есть вот это парадоксальная вещь, это с одной стороны единое недвойственно, а с другой стороны внутри него есть вот эта энергия, которая на человеческом языке на изначальном уровне воспринимается нами как мужская и женская энергия. Поэтому мужской и женской в основе жизни, в основе духовности, в основе наших представлений и они играют равную, антологически равную позицию, потому что ни одно без другого невозможно. И поэтому любые попытки матриархата, патриархата или фаминизма перетянуть чашу весов в ту или иную сторону чреваты утратой фундаментального антологического жизненного равновесия, разрушения созидательного танца Шивана Тараджи. Мы искажаем реальность, мы теряем реальность, поэтому здесь очень важно понимать, уважать, знать традиции и как бы пользоваться благами неразрывного единства. Давай пройдемся, а то мало времени. Давай, давай. Возможно ли двигаться и достигнуть духовности, пробуждения, просветления без учителя, без наставника? Как ты считаешь? Теоретически возможно. На практике не думаю, что кому-то удастся, особенно в нашем мире, потому что наш мир слишком бурлит, в нем слишком много противоречивой информации, и учитель, наставник, мудрый человек нужен, эксперт нужен прежде всего для того, чтобы помочь разобраться, что есть что и что самое главное. Без этого нас смоет информационный шум и воды, информационный цунами современного мира. вот это первое, для чего нужен учитель, чтобы показать самые главные и самые короткие пути. Причем в моем понимании, поскольку вот такая мандала или карта высшего развития, то есть у меня даже есть Володь, звук, что-то со звуком. Да, вот что такое просветление, и для меня современное представление просветления, это вбирает в себя все восемь направлений высшего развития, и вертикальное развитие, и творческое развитие, и развитие героизма, и развитие способностей исцелять, освобождаться от ограничений, то есть это все, и развитие отношений, и развитие способности быть канатоходцем, то есть мастерство серединного пути. Вот во всех этих направлениях мы можем достичь высшего развития, и везде достичь высшего развития нам очень сложно без руководства знающих людей, экспертов, мастеров, которые уже прошли этот путь. Конечно, теоретически мы можем пройти этот путь сами, но на практике это маловероятно. Володь, а ты, у тебя вот этот процесс, который, что такое просветление, это о чем вообще, что это такое? Ну, это, собственно говоря, есть вот как раз изложение всех моих знаний, всего моего опыта. Как ты уже сказал в начале, очень скоро с 13 декабря по 23 января я даю свой новый онлайн-курс, что такое просветление повседневной жизнь как духовная практика. И там в своих 12 беседах, а также в 24 интервью с мастерами и экспертами, они тоже включены в этот курс. То есть это небывалые по богатству материалы. Ты помнишь, ты проходил в других моих курсах, было максимум 12 моих интервью с мастерами экспертами. Здесь 24, но тема всеобъемлющая, плюс 6 вебинаров. И вот мы будем, и это всего лишь за 6 недель, будем проходить этот путь. И я изложу и проведу по всему маршруту своей жизни и общечеловечеству в постижении, в современном, неромантическом постижении того, что такое высшее развитие. В том числе и высшее духовное развитие, конечно. Друзья, если интересно, мы вас как-то информируем. Володь, скажи, пожалуйста, вот вопрос по поводу тантры. Тантра может быть инструментом для развития всех грани личности? Ну, тантра на сущностном уровне это практика преображения нечистого в чистого, низшего в высшего. И в этом смысле она находится в одном ряду со всеми другими великими преобразующими практиками, такими, как, например, в древности в Европе эллифсинские мистерии, метаморфозы, преображения. Это практика алхимии, которая, согласно Карлу Густаву Юнгу, лежит в основе и психотерапии, и развития человека, путь индивидуации. И также лежит в основе в фундаменте театра игры Вадима Демчога практика преображения. Ну, и, конечно, практика тантры, наиболее широко известная в индийском, в индуизме это кашмирский шиваизм, современная форма, и наиболее широко это в тибетском буддизме. Девять ступеней классических, например, в школе Нингмапа тибетской тантры. И, конечно же, прежде всего практика тантры в этих традициях это практика духовного развития. И для того, чтобы она не является заменой или универсальным ключиком для того, чтобы достичь также развития высшего в других областях. Я, например, убежден, что наиболее современные учителя, духовные учителя, они также являются великолепным примером того, что может достичь современный человек и в других областях. Ну, скажем, Чогьял Намхай Нарбу, помимо того, что он был великим мастером традиции дзокчена, один из величайших духовных училий, одновременно был великим специалистом по тибетской медицине и истории Тибета, который публиковал десятки книг по этой теме, а также блестяще играл на музыкальных инструментах, пел, импровизировал на флейте, создал целую традицию тибетских танцев, танцы кайта. Так что по-настоящему развитый просветленный человек достигает и проявляет высшую реализацию, высшее развитие в нескольких областях. Володь, поделись, а какие ты ежедневно практики практикуешь по утрам? Вопрос. Очень простые практики. Ну, во-первых, главная практика это гуржиевская практика помни себя, помни, кто ты есть на самом деле, да, то есть ты дух насущностным уровнем, но также надо быть реальным, ты человек, ты Володя Майков, живешь в этом измерении, делаешь эти дела, и ты включен в эти дела, ты присутствуешь здесь, то есть это вторая практика, присутствие, внимательность, майнфулность, то, что говорят. Третья практика это бесконечность во всем, я об этом говорил, всегда и во всем, ну и по ситуации я делаю дыхательные практики всевозможные, я делаю прогулки, я делаю ритуальные практики, я делаю дзокченовские медитации, йогические практики, в зависимости от того, что, ну и конечно же все там пронизано моим знанием, там, диеты у меня там под боком, у нас, кстати, через минуту закончатся инструменты, поэтому я практикую Володя очень хорошо поет цыганские песни, играя, пою и так далее, то есть это все то, что помогает быть живым, реальным, выражать себя, поддерживать форме, быть в энергиях и так далее, у каждого это могут быть свои индивидуальные Однажды мы с Володей путешествовали, летали вместе на Кипр, в командировку, и жили в одном номере, и у нас утро начиналось у каждого со своих практик, стабильный часик так перед выходом. Что же, у нас, мне кажется, хорошее, классное общение, как и всегда происходит, такое плотное, мне надо, Володь, к тебе привыкнуть вновь, чтобы интегрироваться наши эфиры друг в друга, надо почаще встречаться. Давай, да я с удовольствием всегда с тобой в любое время выхожу эфир. Я думаю, в скором времени мы к тебе постучимся, потому что вопросов много назрело, а сейчас давайте прощаться и давай нам информацию, которую ты захочешь, когда мы можем пригласить наших ребят, а если вы хотите, приходите к Володе на что такое просветление. Yes? Спасибо, спасибо, Кося, спасибо, друзья, за присутствие на этом эфире, за внимательные слушания, за ваши сердечки и хорошего вам дня, всего доброго. Спасибо, дорогие друзья, Володя, мы тебя очень любим, спасибо, дорогой. Я вас тоже. Удачи. Пока-пока.